Всем привет, друзья мои, здравствуйте! Салам алейкум! Так, простите, я сегодня еще не успел прихорошиться, но суть в другом. За моей спиной мы можем наблюдать сейчас киргизских национальных героев, богатырей, как говорят в России, исторических воинов, полководцев. Вот здесь написаны их имена, причем их имена очень смешные такие. Ал Мамбет Ата один, так, потом второй Той Чабар Ата и третий вообще Можик Ата. Значит, Ата, насколько я понимаю, это дедушка. Сейчас еще я уточню. Ата это дедушка? Правильно? Спасибо большое. Точно. Это все ваши полководцы, богатыри, да? Конечно. Да? Это его воины? Солдаты. Так, а вы двух словак можете рассказать мне сейчас, кто это тут? Можете? В двух словах, пожалуйста. Уважаемый. Расскажете? Не знаю. Не знаете? Знаю, но... Попробуйте, пожалуйста. Может, можно маму попросить? Пожалуйста. Кто это? Воины? Это все войны. Воины? 40 войнов. 40 войнов, так. Кирчаро. Называется Кирчаро. Кирчаро. 40 войнов. Да. 40 войнов. Так, дальше. 40 войнов, то есть свита, свита Манаса. Да. Да? Это его братва была, да? Да. Солдаты. 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 В каком веке это было примерно? Сколько лет назад? Тысячу лет назад? Примерно так. Примерно, да? Да. Все. Спасибо. Больше вопросов нет. Рахмат. Так, ну вот и за моей спиной сейчас стоит сам Манас. Это великий воин. Великий. Очень-очень великий. То есть, если все казахи считают себя потомками Чингисхана, так? Это примерно правда, так? Почти где-то так, около правды. Значит, то вот этот является родоначальником всех киргизов. И все киргизы, все-все-все-все-все считают себя его, так сказать, потомками. Вот. Он жил где-то тысячу лет назад, воевал против джунгар. Это такие, значит, мусульмане, которые жили в Китае, на территории нынешнего Китая. Вот там, где сейчас живут уйгуры, дунгане. Вот. Там были раньше джунгары. Вот. Сейчас они вот, короче, вот эти вот все мусульмане, которые из Китая, живут в Синьцзяне. Так? Я там был. Центр Синьцзяна называется Урумчи. И тут 40 воинов. Вот. Их тут очень много. Вот по периметру они тут, по кругу стоят. Вот еще двое, я вам сейчас покажу. Вот. А, даже трое. Вот. Даже трое. Значит, вот так они очень колоритно выглядят. Я нахожусь сейчас в музейном комплексе Манас Ордо. То есть, центр Манаса. Значит, тут, я так полагаю, будет сейчас очень много упоминаний об этом человеке. Примерно как и об Айтматове, великом писателе киргизском. Поэтому я вот сегодня где-то четвертый день примерно в Кыргызстане прогнозирую, что это имя вы еще услышите. И я в том числе. Так. Значит, вот это Манас. Героев у них немного. Вот один из них. Главный герой Кыргызстан. Республики Кыргызстан. Ее основоположник, родоначальник всего рода киргизов. Так. А вот на этой горе, я совсем недавно о ней говорил, вот на этой горе, я сейчас туда попробую забраться, стояли его дозорные. Вот. Бинокли тогда не было, вот так стояли. Дозорные стояли и смотрели, чтобы не было неприятелей. Вот этих вот джунгар, не было набегов. Вот. Одна тут стоит гора, и другая напротив. Там есть еще где-то пару километров напротив. Такая же. А там стояли смотровые воины. Ну вот как-то так. Репортаж с этой сопки прилагается где-то рядышком в соседних роликах. Знакомство с киргизским Ильей Муромцем состоялось. Друзья мои, я знаю, что вы смотрите этот канал. Позвольте представиться. Меня зовут Олег. Я путешественник с Европы. И я путешествую уже пять лет вокруг света, почти без затратно. На данный момент я посетил уже 51 страну, почти бесплатно. Впереди еще большее количество. И впереди очень много интересного. Равно, как и на этом канале, вы тоже можете увидеть и узнать очень много интересного об этом мире, о посещенных мной странах. Для этого нужно нажать на кнопку плейлисты. То есть третья слева вверху кнопка на этом канале. Третья слева вверху кнопка, в самом-самом вверху. Называется плейлисты. Нажимаете, и будет список стран. Вот. Потом что еще надо сделать? Надо подписаться, нажать на красную кнопочку и на колокольчик. На колокольчик обязательно надо нажать. Поставить лайк. Надо еще. Лайк. Да? И написать хороший комментарий внизу. Можно исправить меня, если я ошибся. Простите мне мое невежество. Подкорректировать вот этот мой весь монолог. Более того, если вы хотите поддержать и поучаствовать в моем проекте, а он называется «Кругосветное путешествие», вы можете стать партнерами моего путешествия и нажать на кнопку Patreon. Там внизу написано Patreon. И таким образом вы поучаствуете. И вы взамен получите либо персональную видеоблагодарность в одном из роликов, либо открытку из посещаемой мною в данный момент страны. Вот. То есть, ваша поддержка будет не напрасной, не безвозмездной. Для того, чтобы поддержать, внизу в описании там есть слова под названием Patreon. Да. Все очень просто. Все очень просто. Можете поделиться этим роликом с друзьями. И не забудьте сделать все то, о чем я вас попросил. Увидимся, друзья, на крови света. Привет, родные мои. Всех целую, обнимаю. Гречи салам алейкум из Кыргызстана.